В гости к полуторагодовалой Беатрис мы заходили несколько недель назад. Малышка чувствовала себя хорошо, с удовольствием играла и общалась. Ребенок обычный, жизнерадостный, и развивается она у меня хорошо, и кушает, и все у нее замечательно. Просто в силу своего возраста она не понимает, что она больна и очень серьезна. Шумы в сердце девочки обнаружили еще в роддоме. Обследование доказали, у малышки порог сердца, а именно дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток. Другими словами, отсутствует один из клапанов. Делать операцию сразу врачи запретили. Маленький организм мог не выдержать. К тому же во Владивостоке такие сложные операции просто не делают. Но в Росфонде, куда обратилась семья, рассказали. В конце мая в Приморье приедет московский хирург, который сделает здесь несколько операций с использованием эндоваскулярной методики. По мере роста ребенка будет нагрузка на сердце. И какие ухудшения, это там давление поднимается, обмороки, ну и вплоть до того, что она может умереть в конце концов. Если сейчас, именно в данный момент, не делать операцию. Семья понимала, Бетти просто необходимо оказаться в числе пациентов московского хирурга. Но операция стоит 260 тысяч рублей. И если в полной семье такую сумму собрать проще, то для Анастасии этот счет звучал как приговор. Работает только бабушка, которая и сама в прошлом году перенесла серьезную операцию по онкологии. А отец Бетти помощи ни финансово, ни морально уже давно не предлагает. Двое детей не помешали ему вернуться на родину в Мексику. А ехать в незнакомую страну с больным ребенком Анастасия не решилась. Да, он все знал. Да, может быть, это одна из причин. Может быть, испугался. Не знаю. А вот маму Бетти Анастасию гораздо больше пугало другое. Если в ближайшее время они не собрали бы деньги на операцию, последствия могли бы быть трагическими. Однако сборы средств на сайте Росфонда по непонятной причине затянулись. То ли читатели и зрители раздражал тот факт, что судьбой девочки не занимается родной отец-мексиканец. То ли диагноз многие восприняли недостаточно серьезным. Все-таки с виду малышка выглядит абсолютно здоровой и жизнерадостной. Ведь и правда, сама девочка даже не догадывается о том, какая опасность ей угрожает. Чих, 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 чих. Именно поэтому, чтобы ускорить сборы средств для Бетти и дать возможность другим подопечным получить своевременную помощь от зрителей и читателей, Росфонд закрыл сбор с помощью средств, собранных сверх нормы для Алины Радченко. Мы рассказывали о ней в конце прошлого года. У девочки сахарный диабет первого типа. Деньги были необходимы для покупки инсулиновой помпы и расходников к ней. Требовалась сумма 155 тысяч рублей. Но приморцы собрали 298 тысяч. Таким образом, помогая одному ребенку, можно помочь и другому. Благодаря окончанию сборов для полуторагодовалой Беатрис, Росфонд смог открыть сбор еще для одного подопечного, который может попасть на операцию к тому же московскому хирургу, приезжающему во Владивосток в конце мая. У 15-летнего Никиты врожденный порог сердца. Мальчика спасет эндоваскулярная операция. Ее стоимость 260 тысяч рублей. Подростка воспитывает только бабушка, которой 73 года. Мать несколько лет назад трагически погибла, спасая другого ребенка. А теперь помощь срочно нужна Никите, с которой мы вас обязательно познакомим в ближайшее время, как только напросимся в гости. А вот добрые смс-сообщения на короткий номер 5542 со словом «Дети» можно отправлять уже сейчас. Ведь до жизненно важной операции остается всего месяц. Инна Щедрова, Игорь Болтов. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели».